МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Действительно, ситуация буквально у нас достаточно серьезная с мошенничествами в городе Магнитогорске. Наверное, хотелось бы мне немножко нашу беседу построить в несколько частей. То есть я вначале расскажу о том, что происходит у нас с пенсионерами, как они становятся жертвами мошенников. А в дальнейшем мы уже плавно перейдем к мошенничествам через систему интернет. К сожалению, буквально к сожалению, я уже не знаю, как обратиться к нашим горожанам, но бабушки у нас и дедушки становятся регулярно жертвами мошенников. И ситуация, как правило, единообразная. То есть либо мошенники подкарауливают своих жертв возле медучреждений, соответственно, в дальнейшем, вот буквально у нас в январе месяце бабушка отдала 300 тысяч рублей. Почему? Потому что они вошли к ней в доверие, упали в буквальном смысле на колени и начали просить ее о помощи, объясняя ситуацию тем, что они разводят детское питание, сами приехали из другого города, водитель попал здесь в дорожно-транспортное происшествие, и буквально сейчас, если они не оплатят за лечение, все, его отключат от всех аппаратов, и он просто-напросто вот умрет. Конечно, бабушка прониклась в силу своего возраста, в силу той закалки коммунистической, когда они привыкли доверять, села в автомобиль к мошенникам, приехала домой и отдала вот эти 300 тысяч. Причем мошенники очень хорошие актеры. То есть они при ней позвонили и сказали, что все, вы денежные средства переводите не на мой адрес, так скажем, а вот переведите на банковскую карту вот нашей спасительницы. Естественно, она в этого все поверила. Буквально другой случай, когда приходят к одиноким пенсионерам, вот тоже жительница 1927 года рождения, пришли под видом социальных работников, две женщины, и говорят, все, у нас наступает обмен денежных средств, мы должны проверить, сколько у вас есть, посмотреть, какие подходят под обмен, какие не подходят. Бабушка достала все свои сбережения, то есть порядка 180 тысяч, все им показала, естественно, они ей обменяли на фальшивые пятитысячные купюры. Приходят, бывает, как мы задумывались, как все-таки входят они именно к пожилым людям. Зачастую они, так скажем, узнают информацию через старших подъездов, старших домов. То есть сама лично наблюдала такую картину. Наш сотрудник подходит к группе пенсионеров, которые отдыхают на лавочке. Еще он не показал удостоверения. Он в гражданской одежде, да, я знаю, что он сотрудник. Еще ничего не сказал. Просто задал один простой вопрос. Где проживает такая-то, такая-то? Все. Было рассказано в подробностях, с кем проживает, когда находится дома, где она работала, сколько ей лет, какими чуть ли не льготами пользуются. То есть человек незнакомый, да, ну вот хорошо это сотрудник. И, соответственно, мошенники пользуются тем же самым. То есть подходя к пенсионерам, они говорят простую фразу. Мы с администрацией, нам нужен список одиноких пенсионеров, проживающих в вашем доме, в вашем подъезде определенного возраста. Мы хотим их наградить какой-либо дате. Все. Соответственно, старший подъезда все выписывает и в дальнейшем всю эту информацию передает мошенникам. Поэтому, если вдруг к вам приходят вот такие граждане и спрашивают какую-то информацию про пенсионеров, лучше незамедлительно позвонить в полицию. То есть телефоны дежурных частей я могу назвать. Это отдел полиции Ленинский 23-58-85, отдел полиции Правобережный 20-02-85 и отдел полиции Орджоникидзовский 34-17-72. И ни в коем случае вот такую информацию первым попавшимся людям не отдавать. Также обманывают у нас пенсионеров и представляют работниками коммунальных служб. То есть здесь все банально просто. Переплата. Переплата за какие-то коммунальные услуги. Соответственно, у меня есть только 5000 рублей, а вам полагается 3000. Соответственно, что делает пенсионер? Он сдает сдачу мошеннику и в дальнейшем опять же получает вот эту фальшивую 5000 купюру. Как правило, мошенники пользуются еще чем? Тем, что пенсионеры не могут запомнить, как выглядят. Либо они привлекают внимание тем, что одевают какую-то такую деталь в одежде, на которой концентрируется внимание. То есть я помню, у нас летом снимали порчу две мошенницы, у одной из которых была огромная шляпа с большими полями. То есть все потерпевшие говорили в голос, она была в шляпе с большими полями. Все, все остальное они писать уже не могут. Ну и, конечно же, здесь, наверное, хочется обратиться ко всем соседям. То есть если вы видите, что к вашему пожилому соседу приходит какой-то незнакомый человек и пытается завязать разговор, ну, войдите в квартиру, просто поздоровайтесь, скажите, Мария Ивановна, помощь не нужна, чтобы тот, может быть, это и не злоумышленник, может быть, действительно это человек с коммунальной службой, но он будет видеть, что сосед ваш, пожилой, не один, и что в любой момент ему могут оказать помощь. Если рассказывать про мошенничество через интернет, когда становятся у нас, это молодые люди. То есть здесь и мужчины, и женщины. Сейчас это распространено, я так понимаю? Это очень актуально. Буквально только в выходные мы зарегистрировали несколько фактов путем взлома страничек в социальной сети. Все как под копирку. То есть происходит взлом, поступает сообщение. То есть вот девушка 1993 года рождения, к ней обратилась якобы подруга, вот, ситуация банальная. Подруга пишет, хочу спрятать свои накопления от своего друга, можно сохраню их у тебя на банковской карте. Соответственно, потерпевшая, видя, что вроде как подруга, да, с таким предложением, ей диктуют все свои данные, все пин-коды, всю конфиденциальную информацию, а потом просто любуются получением смс-сообщений, что 12 тысяч со счета снято. Вот. То есть вот так помогла подруге. Мужчина у нас буквально вот 5 марта обратился, тоже получил сообщение, опять же, со странички якобы своей сестры. Сестра попросила одолжить денег в долг. То есть, ну, небольшую сумму, 5 тысяч рублей. Все. Он онлайн переводит со своей банковской карты на указанную банковскую карту, почти 6 тысяч рублей, а только потом перезванивает сестре и выясняет, а сестра вообще проживает в Санкт-Петербурге. Вот. То есть, а потом он выясняет, что деньги-то ушли вообще просто вот чужому человеку. Я не говорю уже про эти объявления, распространенные на сайтах, когда что-то предлагается купить или продать. Вот. Буквально вот на данный момент у нас устанавливаются потерпевшие, задержали сотрудники уголовного розыска молодого человека, 37-летнего. Он житель города Магнитогорска, но обманывал всю Россию. Вот. Он предусмотрительно размещал видео в интернете, что якобы мотоцикл продает, вот, мотоцикл в исправном состоянии. Ну, 100 тысяч рублей стоит. Хотите сразу оплачивать, хотите предоплату половину? Граждане вносили предоплату. Ну, естественно, никакие свои обязательства по договору он не выполнял. Вот. Вот на данный момент тоже устанавливаются сейчас со всей России те, кто пострадал от рук этого мошенника. Ну, вот, слава Богу, его задержали. Мотоцикл золотой, наверное, стал. Вот, да, красивый, то есть, вот, причем он использовал поддельные документы, да, то есть у нас сейчас граждане вроде как заботятся о своей безопасности, просят предоставить скан паспорта. Соответственно, мошенники тоже не дремлют, но столкнулись мы с чем? К примеру, предоставляют скан паспорта вместо Челябинская область, Челябинская область, вот. То есть, тоже на это нужно обращать внимание, да. Для них разницы нет, Челябинск через букву И или через букву Е. А когда бдительный горожанин, он должен понимать, что, ну, как пишется-то правильно наша область. Вот, ну, естественно, зачем переводить всю сумму сразу за покупку? То есть, либо нужно, все равно ведь ехать забирать товар, правильно? То есть, никто наложенным платежом его не пришлет вам. Вот, то есть, в дальнейшем вы будете договариваться о встрече. Нет, вот у нас молодой человек тоже искал в интернете туристичное снаряжение. Ну, увидел, понравилось, 40 тысяч рублей. Позвонил, мошенник ему говорит, нет, нету, есть только палаточка для отдыха. 26 тысяч, вас устроит? Да, меня устраивает. Все, перевел сразу 26 тысяч рублей. Мошенник ему в ответ прислал смс-ку, я мошенник. То есть, даже скрываться не стал? Да, он даже скрывать не стал. Поэтому вот здесь, конечно, граждане должны сами, прежде всего, проявлять какую-то заботу о безопасности собственных сбережений. Вот такая вот у нас непростая ситуация с мошенничествами. И обманывают очень много. То есть, я говорю, если уж порчу у нас снимают, то тут по-крупному тоже до 300 тысяч, бывает, доходит. Вот, ну, здесь просто встречают прям конкретно медучреждение. Ну, естественно, из медучреждения выходит человек явно, у которого есть проблемы со здоровьем. Все, и в дальнейшем уже порча. Естественно, бабушки реагируют как так, порча, все, надо бежать домой, деньги отдавать. Мошенники-то психологи, хорошие актеры, видимо. И актеры, и вот у нас одна мошенница была, тоже вот уже буквально в 2017 году. Она вообще просто подходила к бабушкам на улице и говорила, я родственница. Бабушка там в очочках протирает очочки, говорит, из Екатеринбурга, или там, или в Закаповке. Да-да-да-да-да. Все, называет сама имя этой родственницы, ведет ее к себе домой. Она говорит сразу, мне нужны деньги. Тысяч 30. Вот, кто-то давал 30 тысяч, кто-то не давал, потому что у кого-то не было. Взамен она снимала с себя все золотые украшения и отдавала бабушке. Говорила, все, завтра деньги принесу, вы мне назад. Естественно, когда проходило день-два, никто за изделиями не приходил. Бабушка потом приносила эти золотые изделия, которые оказывались просто бижутерией. И не стоили вообще ни копейки. Вот, то есть вот и такие актеры, мошенники есть. Вот, кстати, по поводу краж всевозможных, не только мошенничеств. Что происходит у нас в городе? На что в основном люди зарятся? И как все-таки себя оградить, уберечься? Ну, с кражами ситуация, вы знаете, раз на раз не приходится. Вот, допустим, за эту неделю мы зарегистрировали 28 краж. Что, конечно, меньше, чем за предыдущую. То есть там порядка 40 краж у нас было. Но бывает, что, допустим, в одну неделю крадут из автомобилей. Вот просто вал краж. Что это, видеорегистраторы или нет? Начиная с аккумуляторов. То есть оставляют автомобили на неохраняемых стоянках автовладельцы. В дальнейшем, конечно, ночью спят. Автомобили, как правило, без сигнализации. Соответственно, злоумышленники очень технично их вскрывают и крадут аккумуляторы. Были случаи у нас, когда, допустим, автовладельцу сигнализации вроде бы сигнализировало, что машина открыта. Но они не обращали на это внимания, что что-то, видимо, какой-то сбой. У детских садов тоже. Что женщины, что мужчины оставляют ценные вещи в зоне досягаемости, в зоне видимости. И, естественно, что воришки на это клюют. Я же пять минут сейчас вот ребенка отведу в группу. Да, то есть бывают и такие моменты, когда воришки, допустим, сознательно выводят из строя какой-то внешний агрегатик. Да, тот же самый дворник. Все. Естественно, женщина, видя, что дворник не работает, выходит из машины, начинает поправлять. Все, в этот момент каража уже совершается. То есть она отвлекается. Ну, здесь самое главное, конечно, ни в коем случае не оставлять ценные вещи, забирать по возможности с собой все документы. Потому что у нас были моменты, когда, допустим, на хоккейные матчи приезжали жители города Магнитогорска с крупными суммами денежных средств. И как потом сам он пояснил, а я всегда убираю свою сумку в багажник автомобиля. Все, соответственно, автомобиль вскрыли, и он уже, сидя на хоккейном матче, получал СМС-сообщение, как идут снятия денежных средств с банковской карты. То есть вот в такие моменты, ну, тут сам должен автовладелец. Конечно, не могу не сказать про кражи в общественном транспорте. То есть все сейчас у нас с дорогими телефонами сидят, общаются в общественном транспорте. Потом при выходе, допустим, кладут во внешний карман одежды, либо в сумку, так скажем, и не закрывают. В этот момент тоже воришки очень быстро срабатывают. Вот, то есть похищают и сотовые телефоны, и кошельки. И в дальнейшем уже просто установить невозможно, где это произошло. То есть человек приходит либо домой, либо приходит уже в какой-то торговый комплекс и видит, что дорогостоящего гаджета просто-напросто нет. Поэтому, конечно, обязательно нужно следить за своими вещами, хоть где. Находитесь вы в медучреждении, находитесь вы в общественном транспорте, вот в медучреждении, допустим, да, тоже. Все вроде бы люди, которые, ну, с какими-то проблемами со здоровьем. Каждый думает о своем, как быстрее попасть на прием к врачу. Соответственно, тоже сумки стоят так, что не всегда видят, как воришки похищают те же самые сотовые телефоны или кошельки. Поэтому вот в медучреждениях есть у нас такие кражи. Ну и, конечно, обращаюсь ко всем пенсионерам. Тогда, когда вы получаете пенсию, допустим, и в дальнейшем планируете со всеми денежными средствами пойти по торговым комплексам, все-таки необходимо убирать денежные средства так, чтобы, ну, с первого взгляда они не бросались. И уж тем более не попадаться на удочку мошенников, потому что были у нас моменты, когда просто-напросто бросалась мелочь. Вот. А у пенсионеров у них ведь все по полочкам. То есть у них в одном пакетике сложено все. Сберегательная книжка, паспорт, банковская карта, обязательно пин-код к банковской карте, чтобы не забыть. Да. Вот. Естественно, допустим, человек находится, ну, где-то в магазине или в аптеке, да, пока вроде как разговаривает, тут этот конвертик аккуратненько виден всем. Вот. То есть бросается мелочь, пока бабушка наклоняется, вроде как это ее. Все. Воришки уже это все похищают, и буквально через 15 минут происходит снятие денежных средств с банковской карты. Вот. Поэтому желательно, конечно, все денежные средства не хранить в одном месте. То есть если есть возможность, разложите так, чтобы находились они в разных частях сумки, а не в одном кошельке. Вот. Поэтому вот такие у нас кражи. Ну, квартирные кражи, это вообще просто. У нас вот, я не знаю, ну, как можно прийти домой и не закрыть дверь. Ну, естественно. То есть, да, на ночь граждане считают, что можно и входную дверь в квартиру не закрывать. Привычка из времен СССР. Да. И тамбурную оставить открытую. И просто лечь спать и ждать, когда кто-нибудь придет в гости. Ну, вот, к сожалению, таких несколько краж в Рженкицевском районе мы зарегистрировали. Угу. Можно ли как-то охарактеризовать облик современного преступника или все-таки у криминала нет какого-то лица и возраста определенного? Вы знаете, не могу сказать, что нет возраста. В основном, вот, попадаются это граждане лет до 45, наверное. Вот. То есть вот они как-то подвержены. Ну, не встречала я такого обманщика, чтобы там лет под 65, под 70, да, вот он пришел. В основном все описывают вот где-то вот такого возраста. То есть до 45 не старше. Вот. Ну, и сильно молодых тоже нет. Вот. В основном, вот, единственное может быть, допустим, там, кражи совершают, да, там, несовершеннолетние. Ну, это, опять же, кража аккумуляторов. Вот. Там угоны у нас бывают, что вот несовершеннолетний, так скажем, забывая о том, что сейчас ответственность-то предусмотрена уголовно, все-таки принимают решение... Вы помните, вот, для тех, кто, может быть, впервые увидит и задумается, со скольки лет, и уже на сколько можно попасть в места нестойной отдаленной? Ну, здесь по разным преступлениям, по-разному. То есть где-то законодатель предусмотрел с 14 лет ответственность, да, за тяжкие преступления, а где-то все-таки, как и у нормальных людей, с 18 лет. Вот. То есть угоны, они уже подпадают под уголовную ответственность. Поэтому здесь надо понимать, что просто так покататься взять, и раньше-то можно было, да, не получить срок. То есть сейчас его можно получить. Вот. Вот здесь могут быть несовершеннолетние. А так, в основном, это такие уже горожане, которые прожили, ну, не один десяток лет. Очень распространено у нас и бытовое насилие, в частности, причинение вреда здоровью, как тяжкого, так и легкого. Что-нибудь можно сказать, во-первых, о случаях, что происходит, и соседям, может быть, какое-то напоминание, что если вы слышите крики, избиения, что куда к участковому идти или же звонить в ОВД? Ну, вот, причинение тяжкого вреда здоровью, да, вот, опять же, анализируя, так скажем, все эти случаи, в большинстве оно происходит в ходе распития спиртных напитков. То есть граждане, либо это малознакомые, да, либо это компания знакомых людей, собираются, распивают спиртные напитки, и потом, вот они все поясняют, внезапно возникшие неприязненные отношения. То есть вот какой-то сиюминутный порыв, и все, и человеку причиняется тяжкий вред, да, и в дальнейшем, конечно, хорошо, если это все происходит, все обойдется, и человеку, так скажем, вызовет, но бывает, что и смерть по неосторожности тоже, да, никто не отменял. Поэтому, конечно, здесь один совет только горожанам, ни в коем случае не распивать спиртные напитки, хотя я понимаю, что сейчас, ну, многие улыбнутся, наверное, телезрители, скажут, ну, не распивать спиртные напитки, с малознакомыми. То есть вот, слушая рапорта утром, да, все-таки режет слух, что мужчина вышел на улицу в поисках компании, да, в которой он мог бы распить спиртные напитки. То есть, соответственно, здесь все-таки горожане должны понимать, что распитие спиртных напитков, привод незнакомых людей домой может спровоцировать любое преступление. На прошлой неделе у нас было зарегистрировано всего один вот такой вид, это причинение тяжкого вреда здоровью, то есть это раскрытое преступление. Ну, вот, опять же, я говорю, это два товарища, которые, вот, бывает, что, допустим, муж с женой тоже, да, в ходе распития спиртных напитков, опять же, повторюсь, вот причиняет такой вред здоровью. Что ж, спасибо за ответы. Напоминаю, что в студии у нас была специалист группы по взаимодействию со СМИ ОМВД России по городу Монгтогорску Мария Марщакина. Спасибо большое. До свидания. До свидания.